Девушки отдыхают Около 300 тысяч таджикистанцев принимали участие в борьбе с фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. 90 тысяч отдали своей жизни за Родину. 54 наших сограждан стали героями Советского Союза. 55 тысяч были награждены разными орденами и медалями. Вместе с многонациональным народом Советского Союза доблестные сыны Таджикистана внесли огромный вклад в победу над фашизмом. Полковник Шаревджон Ахмеджонов был одним из них. Его жизнь – это яркий пример стойкости и мужества. Ахмеджонов Шаревджон Каринович родился 2 мая 1913 года в селе Гуликандос Пролетарского района Лениновадской области. Окончил первое Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября в 1937 году. С 1941 по 1945 годы активно участвовал в вооруженной борьбе против фашистских захватчиков и японских милитаристов. Участвовал в освобождении Украины, Болгарии, Польши и Чехословакии. По фронтовым дорогам Великие Отечественные войны прошел более 50 тысяч километров. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды, за оборону Москвы, за оборону Сталинграда. Ахмеджанову было объявлено 27 благодарностей Верховного Главнокомандующего Сталина. Он был принят почетным гражданином сел Богдановки Знаменского, Лешневатого, Голованевского районов Кировоградской области Украины, города Свиштово Республики Болгарии. Шариф Джон Ахмеджанов является единственным командиром артиллерийского полка из нашей республики во время Великой Отечественной войны. Патриотизм – один из непременных качеств достоинства человека. В этом смысле Шариф Джон Ахмеджанов поистине настоящий патриот. Он был командиром 684-го артиллерийского полка 233-й стрелковой дивизии. В первые месяцы войны полком, который руководил Ахмеджанов, было уничтожено 59 наблюдательных пунктов, 35 дзотов, 228 ручных и станковых пулеметов, 7 артиллерийских батарей, 35 танков, 15 самоходных орудий «Фердинан». Убито и ранено около 8 тысяч гитлеровцев. Он и его полк в годы войны вписали немало славных страниц. В сжатые сроки личный состав полка проводил подписку на военные займы. С энтузиазмом откликались на сбор средств в фонд обороны, на постройку танковых колонн и эскадрильи. В письме на имя Верховного Главнокомандующего вперед боев под Сталинградом личный состав дивизиона писал. Мы, бойцы и командиры, воодушевленные желанием как можно скорее разгромить немецких оккупантов, вносим своих личных средств 66 тысяч рублей на постройку противотанковой батареи. Сталинграды, которые были в Курске, были в Курске, были в Курске. В 1953-ом в Курске армия, командир Манагаров, в Курске есть китапы и КТО. В этом книге я написал, что на письме Шарвюцан Ахмеджон, что было в рамках, а на учебу в 3 части я написала, что на шарвюцан Ахмеджон полки, она была в рамках 684 тысяч артилилеров полков. И в этой книге я написал, что они мне появятся в христианстве, когда я увидела этот книжок, я почитала его автограф, и я сказал, что Шарвюцан Ахмеджон. Я читала эту книгу в фото. Я лично знал Шаревжона Ахмеджонова. Я дружил с его сыном Юсупжоном. Шаревжон Обо был просто человеком жизнелюбным, человеком очень интересным, человеком широкого кругозора, человеком настоящего любителя своей родины, настоящего защитника. А вот я его знал, когда еще в детстве, в школьные годы, он был для меня примером, настоящим примером человечества, настоящим примером героизма, то когда я уже начал свою педагогическую деятельность, я им пользовался, его личностью, пользовался как бы средством патриотического, военно-патриотического воспитания молодежи. В письме руководству Республики Таджикистан Шаревжон Ахмеджонов писал, «Войны, выросшие в Горном Таджикистане, в первых дней войны, плечом к плечу с другими народами, груди отстаивают нашу священную землю. Великий освободительный войны против фашистских захватчиков, сын Таджикистана показывает бессмертный героизм и отвагу. Я, сын таджикского народа, не опозорю звание офицера, поведу свой полк на бессмертные подвиги. Во имя народа, во имя многонационального советского государства и братство народа Советского Союза». Часто о нем я вспоминаю, о том, что вот нас было десятеро. Два брата у меня, семь сестер, и я последняя дочь. Он всегда учил нас, чтобы быть смелыми, всегда справедливыми, доблестными. Он говорил, что мы всегда были закаленными и всегда сражались за родину. Я помню, в 1975 году его пригласили туда, на Украину, в Болгарию. Там он побывал, он познакомился там очень многими людьми. Они его очень почетно приняли. И еще у него был один однополчанин в Москве по фамилии Михельсон. Каждый год он к нам приехал погостить. Когда у него был отпуск, к нам приехал. И отец мой тоже часто в Москву ездил, чтобы встречались однополчане. Не только его знал, а я и знал несколько его друзей в других городах. Особенно в Москве его друг Вельма. Я отчество уже не помню, это было очень давно. Я с ним лично встречался. От него об Шаревжоне Ахмедовиче многое узнал. Каким он был командиром, как он руководил с людьми, как он общался, как он воспринял каждое событие, каждую долю иска, героизм его подопечных. Как он хвалил, как с ним он работал. Когда он хвалил его, просто мне тоже душа радовала. Я человек, который имел возможность общаться с этим человеком. Почти все годы после войны он был активнейшим участником общественной жизни. Ни одно особенное событие, связанное с победой, связанное с ратной жизнью нашего общества, не проходило без его участия. Все годы после войны он был участником парадов победы в Кремле. После демобилизации из рядов советской армии Шаревжон Ахмеджонов несколько раз посетил места памятных боев. Он побывал в городах и селах, которые освободил его полк, где он встречался с однополчанами. Принимал участие в военных парадах города Москвы. Все эти фото, аудио и видеоматериалы хранятся в доме музея Шаревжона Ахмеджонова. Дневник, который он ввел с первого до последнего дня войны, рассказывает о боевом и жизненном пути фронтовика, офицера, командира, настоящего патриота своей родины Шаревжона Ахмеджонова. Субтитры создавал DimaTorzok В годы жизни Шаревжон Ахмеджонов часто встречался с учениками и студентами. Солдатами и офицерами. Он всегда призывал быть знающими и выносливыми, заниматься спортом, быть всегда готовыми к защите родины. Желаю, чтобы вы были смелы, крепки и задержившими командирами монолитских жителей. И воевать, если нужно, защищайте родину и будьте здоровы. Шаревжону Каримовичу были особенно близки и дороги в вопросе становления вооруженных сил Республики Таджикистан, укрепления его боеготовности, успехи воинов в боевой и политической подготовке. Он не жалел сил и времени поделиться своими размышлениями об этом с молодыми солдатами и офицерами. Мы знаем его как активного участника Великой Честной войны, который прошел путь, начиная с Москвы, защищал город Москву, столицу государства, и дошел до Берлина. Это один из тех участников войны, который лично был знаком с командующим фронтом, генералом, а потом, впоследствии, маршалом Советского Союза Георгием Константиновым Жуковым. Да, вот здесь его книги, все воспоминания. Он знал очень много военачальников, полководцев, полководцев вместе с ними, которыми он, значит, воевал. Но я одно хочу сказать, что в годы Великой Честной войны единственный фронтовик, который был назначен приказом командующего фронтом генералом армии Жуковым на должность командира артиллерийского полка. Представляете, один из таджикистанцев был назначен на должность командира артиллерийского полка. Это большая честь была ему доверена. Таких нет у нас в истории нашего государства, чтобы наш земляк был в годы войны командиром артиллерийского полка. С 2004 года одна из улиц его родного села носит его имя. Шариф Джона Ахмеджонова почитает не только старшее поколение. Жизнь этого замечательного человека привлекает внимание и современной молодежи. Десятками, сотнями идут они сегодня в дом-музей защитника Родины. Его жизнь – это пример стойкости, мужества и преданности своему народу. Щи отверли в дом-музей защитника Родины. Продолжение следует...